Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Ольга Евгеньевна Лебедева. Я заведующая кафедрой общей химии Белгородского государственного национального исследовательского университета. И сегодня я планирую поговорить с вами на тему «Неорганические соли. Скучная классика или наука 21 века». Давайте для начала определимся с предметом сегодняшней лекции. Предлагаю вам вспомнить, подумать, какие ассоциации вызывает у вас слово «соль». Итак, готова пари заключить, что у абсолютного большинства зрителей первая, может быть, и единственная ассоциация – это соль поваренная, соль столовая, которую химик еще называет хлоридом натрия. И здесь изображена не только солонка, но также написано название и написана химическая формула этой соли. Нам сегодня немного, но придется окунуться в основы химии, хотя я постараюсь, чтобы меня понимали большинство слушателей, не перегружать химической символикой свою лекцию. Тем не менее, напомню, что это поваренная соль, это хлорид натрия, это натрий хлор. И состоит она из положительно заряженного иона металла, катиона и отрицательно заряженного иона, остатка кислоты, соляной кислоты, хлороводородной кислоты, аниона. Итак, вот такую простую красно-синюю формулу запомним. Катион, анион – это соль, это поваренная соль. Природные источники соли очень богаты. Конечно же, невозможно привести фотографии всех месторождений поваренной соли, но неудивительно, что человечество знакомо с солью уже несколько тысячелетий, ведь соль можно найти просто под ногами, но не совсем под ногами, но в соленых озерах, вот тут два на фотографиях представлены. Один вид – это очень интересный французский город Эгеморт, название которого переводится как «Мертвые воды». Со средневековья занимались изготовлением соли мастера в этом городе и в окрестностях. Соленые озера до сих пор не исчерпаны, а одна из самых сохранившихся крепостей, крепостных ансамблей Франции до сих пор привлекают туристов. Но не менее живописно выглядят и соленые озера, не сопровождающиеся какими-то постройками. Вот, например, следующее, второе изображение на этом слайде – это озеро Воскунчак, это наше Отечество, это Астраханская область. И, конечно, невероятная живописная картина, когда соль проступает вот буквально и по берегам, и в воде, и причудливыми рисунками украшает ландшафт, и все окрестности становятся буквально сказочными. Понятно, что соль как предмет торговли стала и в каком-то роде средством межнациональной такой вот коммуникации. Если мы посмотрим слово соль в славянских, во многих романо-германских языках, или созвучно, или хотя бы пишется одинаково. В принципе, если посмотреть на другие группы языков, но в тех же тюркских языках тоже будет созвучное название соли, но другое. А вот здесь в русле развития европейской цивилизации она соль, солт, зальц, сель, саль, саль, со. То есть слово очень-очень созвучное. Если мы поищем слово соль на карте России, я не ставила своей задачей найти все города, просто вот те, что вспомнились, выписала, чтобы с вами обсудить их появление на карте. Посмотрите, соли Лецк, соль Вычегодск, соли Камск, у соли Сибирская. То есть, если разобраться, то очень многое значило для человека поваренная соль. Это все еще поваренная соль. Так что она оставила следы в словаре, она оставила следы на географических картах. За соль воевали, солью не только торговали. Соляные войны примерно 15-16 веков, особенно известные войны на Пенинском полуострове, где воевала Венеция, воевала Феррара. Соляной бунт – это история России, 16 век, Москва. То есть, соль, вызвавшая очень большое социальное возмущение, ну и множество событий, которые по-своему прокладывали путь дальнейшей истории, то есть, краили историю России. Обратим внимание, это все еще соль, вот та самая поваренная соль, соль в единственном числе, и таковой она оставалась на протяжении довольно многого времени. Однако время шло, и в нашем обиходе стали появляться другие соли, сначала в единственном числе, а затем и во множественном числе. Ну вот, например, глауберова соль. Возможно, кто-то из вас помнит это название, помнит, ну, собственно говоря, из аптеки, из формации аптеки. Это сульфат натрия. Формула написана, но она должна включать еще воду, об этом мы поговорим чуть позже. Довольно известная слабительная. Также, напоминаю, состоит из катионов и аниона, из положительно заряженных ионов металла и отрицательно заряженного иона кислотного остатка. Вот, собственно, история появления этой соли на арене связана с химиком. Его имя до сих пор, а прошло уже больше трех веков, соль и носит. Сначала глаубер лечился водой немецкого источника, в котором содержался сульфат натрия, а затем прошло изрядно времени, и так получилось достаточно случайно, что он и синтезировал, получил искусственно, получил лаборатории. Сульфат натрия, он был первым, кто это сделал, так что соль по-прежнему носит его имя достаточно заслуженно. Не достаточно заслуженно, просто заслуженно носит его имя. Честно говоря, мне казалось, что это такое устаревающее, слабительное, которое, скорее всего, сохранилось в художественных произведениях. Оказалось, я ошибалась. Перед встречей с вами я посмотрела аптечные каталоги, оказывается, существует, действует простейшее слабительное, продается под разными торговыми марками. Так что вот такая соль, которая не является поваренной солью, пожалуй, трудно сказать, но одна из последующих, вторая или десятая, но вошедших в обиход, в лексикон, занявшая свое место. Но почему она соль? Посмотрите на ее фотографию на экране. Конечно, она очень похожа на поваренную соль. Она беленькая, она такая кристаллическая, слегка прозрачная. То есть, наверное, неудивительно, что ее название просто слово соль включало. Так. А вот теперь посмотрим на соли, которые стали солями. Множественное число появилось. Давайте сначала именно посмотрим на нюхательные соли. Итак, великий голландец. Перед вами полотно Рембрандта. Полотно вообще-то называется пациент, упавший в обморок. Однако посвящено оно не пациенту. Кому же оно посвящено? Но если вспомнить его историю, никому о чему. Центральным местом, центральной вещью на этом полотне являются нюхательные соли. Вот тот самый сверток, та тряпица, наверное, которую пожилая женщина на заднем плане пытается поднести ближе к носу пациента, упавшего в обморок. А почему я так уверена, что именно нюхательные соли стали центральной идеей этого полотна? Ну, потому что это одно из пяти полотен, одна из пяти картин аллегорий, изображающих пять чувств человека. И вот это аллегория обоняния. Понятно, что центром вот такой аллегории, трактующей, говорящей об обонянии, должно было стать то, что можно нюхать. Нюхательные соли действительно можно было нюхать не для удовольствия, потому что в их состав входил карбонат аммония. Сейчас мы с вами, чтобы привести в чувство человека, который, к сожалению, потерял сознание, используем раствор аммиака. А наши предки довольно удачно использовали карбонат аммония. Запах тот же, функция та же, испаряется легко, пахнет так же резко и помогает столь же эффективно. Но вот чтобы он не пах совсем уж когда не нужно и тяжело не становилось окружающим, туда добавляли лаванду, что-нибудь столь же изысканное или что-нибудь попроще ароматизаторами заглушали такой вот серьезный настойчивый запах аммиака. Итак, перед нами соли, которые постепенно обрели множественное число, а люди, даже не химики, стали привыкать к мысли, что соль-то существует не одна, единственный продукт соль, а солей много. Появилось нечто объединяющее, начало рождаться название класса химических соединений. Вот примерно где-то здесь, в 17 веке, оно и зародилось. С Рембрандтом мы сейчас простимся, но я просто хочу порекомендовать тем, кто не узнал картину, поинтересоваться ее новейшей историей. Это удивительная история про то, как она в 21 веке была найдена, чуть не в мусоре, и спасена для потомков, а это, повторяю, великий голландец, не больше, не меньше. Так что чудеса случаются, и такие удивительные находки встречаются, случаются и в нашем веке. В наши дни в обиходе можно встретить разные соли. Ну, говоря немножечко утрированно, соли хорошие, соли не сильно хорошие. Например, довольно мощная реклама солей для ванн. Я не планирую обсуждать их состав, я только хочу сказать, что они не имеют прямого отношения к нашему разговору, потому что они не являются неорганическими. Это соли органические, то есть это химия сложных соединений углерода. Состав их сложен, и воздействие их достаточно сложное, недостаточно изученное, но бесспорно, что на психику они способны воздействовать. И, собственно, их воздействие в чем-то сходно с наркотическим воздействием. Так что красивые соли для ванн, особенно от сомнительных производителей, не всегда безобидны. Но если мы на них посмотрим, да, они соли, тем не менее, по виду, они кристаллические, да, они напоминают нам те соли, которые мы обсуждали 10 минут назад. Но цвета у них, как мы бы сказали, неестественные, да, ядовитые, можно сказать, ну, красивые, рекламные. Иногда люди, не химики говорят, химическая какая-то окраска. Ну, для химика, может, иногда звучит обидно, но в данном случае я готова согласиться. Да, эти соли, эти соли, в общем-то, наверное, заслуживают осторожного, сдержанного отношения. Я не говорю, что все или конкретно эти, тут никаких торговых марок нет, но думать над этими солями надо. А мы для себя пока отмечаем чисто филологическую мысль. Соли привычно идут во множественном числе, солей много, и мы к этому привыкли. Вот еще одно обиходное выражение – отложение солей. Да, в нашем организме соли, действительно соли органические, органно-неорганические соли могут найти себе место совсем не там, где им полагалось бы быть. Да, и нет такого диагноза отложения солей. Я не медик, но думаю, что медики здесь меня поправлять не будут, а скорее согласятся. Есть многочисленные диагнозы, которые мы сейчас не будем вспоминать и озвучивать, но в обиходе они приобрели такое широкое общее название – отложение солей. Соли появились в суставах, где-то в иных местах, где не планировалось, где природа их не желала бы видеть, а где у здорового человека их в таком количестве быть не должно. Так что соли – вполне современный мир, солями называют, по всей вероятности, огромный класс соединений. Это уже теперь довольно широкий набор веществ, и пришло время определиться с ними почетче. Давайте сделаем это на такой вот химической вставке, то есть постараемся взглянуть на соли в понимании химика, глазами химика. Будем называть солями вещество, состоящее из катиона и аниона. У неорганических солей это, как правило, катион металла, положительно заряженный катион металла, и анион кислотного остатка, фрагмента из формулы кислоты, который заряжен отрицательно, и который компенсирует положительный заряд металлического катиона. Еще более практично, удобно, и удобно не только для химика, запомнить, обдумать и принять вот такое представление о соли. Это то, что получается в результате взаимодействия основания с кислотой, или, как говорят, это продукт нейтрализации основания кислотой. Самая простая реакция нейтрализации, когда основание гидроксид натрия взаимодействует с кислотой, кислота соляная, и получается в конечном итоге та самая соль, катион, анион, которую мы рисуем буквально с вами со второго слайда. Бывает и так, что реакция нейтрализации произошла неполностью. Взяли мы мало кислоты или мало основания. Что будет? То, что получится в результате, будет продуктом неполной нейтрализации, но все равно будет называться солью. Давайте посмотрим на вот эту вот ситуацию. В первом из уравнений отражена эта мысль. Кислота серная, часть протонов нейтрализовалась, но часть осталась в формуле и осталась в составе соли. Только соль назовем кислой. Катион, анион, все по-прежнему. Правило катион, анион не нарушается. Второе уравнение. Основания взяли больше, а кислоты соляной взяли недостаточно. И в формуле остался кусочек основания, вот этот гидроксид, как говорят, OH. Остался, но это по-прежнему катион, анион, и это тоже соль, только основная. Я не рассчитываю, что нехимики это хорошо запомнят, но, может быть, вспомнят из школьных времен. Но я рассчитываю на то, что вы мне поверите, все, что мы будем дальше рассматривать, тоже соли, только кислые или основные. Поищем теперь еще соли вокруг нас. Давайте это сделаем. Ну, давайте начнем с кухни. Всякая хозяйка узнает вот эту марку пищевой соды. Самая распространенная коробочка, в которой продается пищевая сода. Большинство ее производится, наверное, на одном комбинате сода в Стерлитамаке. Ну, даже если он не единственный, все равно традиционный бренд не меняется годами. Сода тоже соль, тоже относится к классу солей, только это соль кислая. Видим в формуле тот самый остаток ненейтрализованной кислоты и соглашаемся с тем, что это тоже соль. Садоводы, пойдемте, дойдем до ваших сарайчиков, дачники, и посмотрим, что мы можем найти там. А давайте посмотрим, что мы там найдем. И у каждого второго, если не у каждого первого, мы там найдем, у кого мешочек, у кого гортко, у кого и большой мешок медного купороса. Потому что это хорошее антибактериальное средство, потому что многие садоводы уверены, что медный купорос хорошо помогает в борьбе с вредителями, то есть не только бактериями, но и более крупными вредителями. Я не дописала формулу медного купороса. Я снова тут пока словами пишу, что содержит в своем составе воду, но я прокомментирую это чуть позже. Ну, а теперь полюбовались голубым цветом замечательно красивая соль, такая же кристаллическая, такая же сверкающая, слегка прозрачная. Ну, и такая яркая, с таким ярким цветом, который придает медь, который цвет трудно, в общем-то, с чем-то спутать. Где мы еще пойдем поищем соли? Давайте посмотрим в наших шкатулках для ювелирных изделий. Сначала посмотрим на свою шкатулку. Если так получилось, что она у вас малахитовая, ее даже открывать не надо. Вы держите в руках основную соль. Малахит – это соль. Ну, вот тот самый случай, когда недонейтрализованная кислотой основание оставила свои следы в виде гидроксил-иона в формуле. Гидроксиды вот остались в формуле. Но в целом, катион – металл, анион – кислотный остаток. Так что малахит – это основная соль. Его родственник, в принципе, мало чем отличающийся, кроме соотношения меди с другими примесями и структуры, азурит ярко-синего цвета. То есть удивительно красивые соли, полудрагоценные камни, которые используются и в архитектурных сооружениях, таких торжественных, красивых, эффектных. Ну и вот у нас с вами среди домашней утвари, среди наших украшений также могут быть встречены. Ну и, конечно же, множество драгоценных камней являются солями кремниевой кислоты, силикатами. Начиная с, ну, практически, наверное, вице-короля драгоценных камней изумруда, и перечислять можно долго, я решила отказаться от разговора о силикатах в пользу той тематики, которую планирую обсудить ближе, но не могла не упомянуть о том, что, вообще говоря, если подходить формально, то силикат – это катион металла и анион кислотного остатка. То есть бесспорно, беспроигрышно многие наши драгоценные, полудрагоценные камни также принадлежат к классу солей. Звучит странновато, да? Изумруд тоже соль. Но, тем не менее, формально это так. Состав солей, но особенно природных, это сложная вещь. Состав солей, он бывает очень интересный. Природные минералы, природные соли – это всегда конгломераты, но и синтетические, даже достаточно простые вещи, получаемые в лаборатории, могут быть сложны чем? Ну, например, в них, в солях будет не один катион, не один металл, а два-три катиона, и не один, а два-три аниона. Ну, формально это написано вот так вот. Катион 1, катион 2, анион 1, анион 2. Самые известные примеры солей, в которых два катиона – это так называемые квасцы. Алюмокалиевые квасцы, их формула написана у меня в нижней строчке, возможно, да, вот так вот ее будет лучше видно. А кристалл алюмокалиевых квасцов представлен в углу экрана сейчас на этой фотографии. Почему я сказала, что это одни из самых известных двухкатионных солей? Ну, потому что у них прекрасно растут кристаллы. Их часто используют в школьных лабораториях, в химических кружках. Любители растят эти кристаллы. Вот этот кристалл, вполне возможно, тоже выращен любителем. Он больше похож на искусственный, чем на природный кристалл. Но растут великолепно, получают удовольствие и те, кто выращивает, и те, кому эти кристаллы потом демонстрируют. Так что можно попробовать кристаллы. Ну, конечно, можно выращивать и кристаллы других солей. Но вот эти обычно растут очень хорошо, без проигрышна. Ну и, наконец, про обещанную воду. Дважды я как-то немного сворачивала тему, говоря о том, что про воду обязательно скажу, не могу не сказать, но скажу чуть позже. Многие воды в твердом состоянии включают воду прямо в свою кристаллическую решетку. То есть они не поглощают воду, они не становятся мокрыми. Вернее, это они делают, но не об этом сейчас речь. А в свою структуру они включают воду, она входит в формулу, в решетку, в кристаллическую решетку, становится неотъемлемой частью. И тогда такие соли называются кристаллогидратами. То есть они и в твердом виде содержат воду, которую не увидишь, не пощупаешь, и если не погреешь, не отделишь. Вот таким кристаллогидратом является глауберова соль. Как вы видите, в ней на каждую формульную единицу соли 10 молекул воды присоединяются. И вот таким кристаллогидратом является медный купорос. Мы с вами 5 минут назад любовались его голубизной, но посмотрите на рисунок в углу нашего экрана. Вот голубой цвет принадлежит вот такому кристаллогидрату, то есть сульфату меди, содержащему еще 5 молекул воды. А правее вы можете видеть белые кристаллы. Это хорошо погрели медный купорос. Вот при нагревании эта вода все-таки из кристаллической решетки выходит, испаряется, и все это становится вот таким белым, гораздо менее выразительным. То есть у нас вот тут очень эффектное, заимствованное мной из интернета фото. Мне оно понравилось, авторские права там обозначены не были. Посмотрите, пожалуйста, от голубого к белому, от кристаллогидрату к безводной соли. Меняются свойства, в том числе меняется цвет. Итак, пришло время подвести некий промежуточный итог. Опознать неорганическую соль можно. Если в соединение входят металлы в виде положительно заряженных ионов, катионы мы их называем сегодня, ну и вообще мы их называем, кислотные остатки в виде отрицательно заряженных ионов, а неонов, могут входить, а могут не входить в формулу молекулы воды. То есть огромный класс неорганических соединений солей построен по одному принципу, построен однотипно. Что ж, я думаю, что у внимательных зрителей уже возникает вопрос. Так, все хорошо, про соли что-то мы знаем, что-то нет, но обещанная наука 21 века должна бы вот-вот начаться, где же она. Сейчас мы к ней приступим, но чтобы подойти к ней поближе, нам придется сначала снова отступить в 19 век, на этот раз ненадолго. Я вас познакомлю с гидроталькитом и его родственниками. На фотографии вы видите минерал, природный минерал гидроталькит. Он впервые описан в Норвегии еще в середине 19 века. Он интересен, он слоистый минерал, он похож на тальк, и в нем, как выяснилось, в его составе воды много. Когда начинали его нагревать, то вода выделялась изрядно, поэтому гидроталькит, вот его название. Через некоторое время выяснилось, что в природе довольно много родственных минералов. Гидроталькит является двойным гидроксидом магния и алюминия. Соединения такого типа, природные, а затем и искусственные, стали называть слоистыми двойными гидроксидами. И на несколько десятилетий создалась великая путаница, у которой, к счастью, относительно счастливый конец. Давайте мы теперь посмотрим не на фотографию, а на формулу гидроталькита. Катион, катион, металл, катион магния, катион, второй катион, только что говорили, может быть, второй катион. Остатки нейтрализованного основания, да, многовато, но есть. Анион, анион, вода, да, четыре молекулы воды на каждую формульную единицу. Формула гидроталькита, позвольте, но мы же только что говорили, что два катиона, анион, вода, что это типичная формула соли. И это правда. То, что назвали, считали, и по-прежнему по традиции называют гидроксидами, а точнее двойными гидроксидами, на самом деле является основными солями. придется нам к этому тоже привыкнуть и, ну, собственно говоря, просто принять во внимание, что вот эта великая путаница произошла невольно, не по злой воле, ну, и придется с ней смириться. Здесь я позволю себе немного запоздалый эпиграф. Надеюсь, многие из моих зрителей еще помнят стихи произведения советского поэта и переводчика Бориса Захадера. В частности, есть такая замечательная сказка «Кит и кот». Думаю, что слушатели, у кого дети еще не выросли, читают и сейчас своим детишкам о том, как кот был огромен просто страшной, а кит был маленький домашний. Так вот, немного запоздалым эпиграфом остальной части, относящейся к современности, остальной части моей лекции будет вот это короткое извлечение из сказки «Кит и кот». В этой сказке нет порядка, в ней ошибка, опечатка. Кто-то против всяких правил в сказке буквы переставил, переправил кит на код, а код на кит наоборот. Ну, как вы, возможно, помните, в сказке все кончилось хорошо, ну и навели порядок, в сказке больше нет загадок. Мы с вами тоже разобрались, что слоистые двойные гидроксиды основные соли, и теперь посмотрим, почему же я сосредотачиваю на них сейчас столь пристальное внимание. Итак, называть я их буду так, как называют большинство ученых, работающих с ними, слоистые двойные гидроксиды. Для скорости и простоты мы, те, кто с ними работает, называем их еще СДГ, вот так, читаем аббревиатуру. Английское их название соответствующее, только слова немножечко местами переставлены, лэд, дабл, х, и дроксайд, и есть у них еще одно общее название, анионные глины. Ну, вот так повезло этому классу минералов и природных соединений, названий, в том числе обобщающих, у них много. Давайте на них полюбуемся. Природных слоистых двойных гидроксидов известно 44, из них гидроталькитоподобных в надгруппе гидроталькита находятся 13 штук. Все я показывать не планирую, но на несколько посмотреть стоит. Посмотрите, гидроталькит мы уже видели, это соединение, в которое входят магний и алюминий. А если мы заменим алюминий на железо, то у нас получится пироаурит, второй рисунок, красивый, такой посверкивающий, золотистый. Железо придает ему такую эффектную окраску. Как, впрочем, и всегда, тяжелые металлы, металлы, переходные металлы, придают красивую окраску своим соединениям. стихтит, в котором на месте алюминия теперь хром. И вот посмотрите, какой он такой вот темноватый, даже трудно сказать, лилово-бордовый. Таковит, а вот здесь на месте магния встал никель и придал вот такую приятную зеленоватую окраску местами. Дранянаит, простите, никель с железом и вовсе создали эффект вот такой очень золотистого соединения. Дисальсеид магнисмарганцем. Ну, здесь минерал очень неоднородный, тем не менее, видно, что окраска становится все ярче и эффектнее. Синтетические гидроксиды получить очень просто. Возможно, это и стало предметом буквально такого вот бума-СДГ. статей по изучению этих соединений стало выходить очень много и соединение, простите, количество этих статей растет экспоненциально. Вот, ну, так примерно, как мы тут нарисовали, может быть, чуть-чуть сложнее, потому что надо контролировать параметры вот этого прикапывания, но буквально стаканчик, капельная воронка, подходящие соли и немного щелочи, ну, вернее, наоборот, достаточно много щелочи, и мы можем получить осадок, который, полежав, как говорят, состарившись, станет слоистым двойным гидроксидом. То есть, уникальность этих соединений в том, что существует широчайшая вариативность их состава. Вот, на этой периодической системе обозначены элементы, которые уже удалось ввести в состав СДГ, в состав гидроталькитоподобных слоистых двойных гидроксидов. Но, как и полагается, в научном мире на все, что я заимствовала из статей других ученых, из статей моих коллег, будет содержать ссылки. Они есть на экране, они остаются в презентации, я больше на это внимания не фиксирую. Посмотрите, пожалуйста, на периодическую систему. Все, что обведено ромбиками, уже описано в научных статьях. Все, что обведено треугольничками, уже описано в патентах. И на эту интеллектуальную собственность получены какие-то особые права людей, которые такие соединения создали. И было это в 2004 году. Но с тех пор, возможно, кое-что изменилось, хотя тут уже и разгуляться особо негде. Остались не металлы, которые не могут входить в состав солей с этой функцией, не могут образовывать катионы. Осталось несколько радиоактивных элементов, с которыми люди не особо стремились работать, технеции и прометий, например. и остались вот так как-то грустно стоят без особых символов щелочные металлы. Но вот они со своим зарядом плюс один не очень хорошо встраиваются в структуру гидроталькитоподобных соединений. То есть когда я говорю широчайшая вариативность, я ничуть не преувеличиваю, она действительно широчайшая. Практически любой элемент в состав слоистого двойного гидроксида можно поместить. То, что мы с вами видим невооруженным глазом, это сростки кристаллов. А сейчас я просто без больших комментариев и рассуждений даю вам полюбоваться на такие протокристаллы, на микрокристаллы наших слоистых двойных гидроксидов. Здесь я показываю микрофотографии, сделанные с помощью электронного микроскопа, методом просвечивающей электронной микроскопии, на том оборудовании, которое есть в распоряжении Центра коллективного пользования НИУ-БелГУ. И это микрофотографии из коллекции нашей группы. Я в общем-то хочу просто, чтобы вы посмотрели на эти замечательные микрочешуйки, часть из них стоит боком, но вот кое-где видно идеальное вообще чешуечка, микрокристаллик должен быть шестиугольничком. Ну вот что-то получилось лучше, что-то хуже, полюбоваться на них мы с вами смогли. То есть такой наш взгляд на морфологию, как говорят, на форму, на микроструктуру, взгляд в микромир. Очень быстрый взгляд и идем дальше. Чем же особенный и интересный вот эти гидроталькитоподобные слоистые двойные гидроксиды. Интересны они тем, что построены они слоями. Черненькие кружочки это металлы, ионы металлов, катионы металлов. И вот катионы металлов, окруженные гидроксидами, собираются вот в такие слои, а между ними встают анионы, отрицательно заряженные ионы, а также молекулы воды. И это не просто вот такая стахастическая история, захватили себе немножко анионов, и ну вот там они то ли есть, то ли нет. Анионы нужны, чтобы своим отрицательным зарядом стягивать между собой положительно заряженные слои. Без анионов не будет кристалла. Так что это неизбежный, неизменный, но все-таки наиболее подвижный элемент той структуры, которую мы изучаем. И вот тут вот такое ключевое слово ионный обмен, великолепнейшее, потрясающее свойство слоистых двойных гидроксидов. Вот зелененький анион можно заменить на розовенький, без особого напряжения. Просто путем помещения в раствор, в котором содержатся новые анионы. Этот процесс называется анионным обменом, но, собственно, отсюда и анионные глины, единственный известный в природе анионообменник. То есть множество глин, других глин, меняются катионами, а слоистые двойные гидроксиды меняются отрицательно заряженные ионы на другие. Ну и что нам до этого? Оказывается, это очень интересная ситуация. Ну, посмотрите, там мог быть хлорид ион, а вот здесь нарисован такой краситель конго-красный, и вот это достаточно большая штука, этот анион крупный, да, вот нарисованный даже не в масштабе, прекрасно помещается в вот эту полость, да, это межслоевое пространство, как его более грамотно можно назвать. Он там размещается и чувствует себя великолепно, еще лучше чувствуем себя мы, потому что, собственно, мы усматриваем в этот способ очистки воды от тех отрицательно заряженных ионов, которые там совершенно не нужны. Например, почему бы нам не взять вот такой слоистый двойной гидроксид и не почистить воду от красителей, от цианидов, звучит грозно, но цианиды действительно по-прежнему все еще используются в золотодобывающей промышленности, так что проблема актуальна, от нитратов, наше недоверие к нитратам оправдано, потому что, собственно говоря, даже избыток нитратных удобрений это беда, но нитраты используются во многих промышленных процессах, не сами по себе, а как компоненты, важные компоненты. Очистить воду и не допустить вот такой, скажем честно, страшноватой, да, трубы, из которой вытекает неочищенный сток, но это просто долг человечества, сохранить гидросферу, сохранить воду, могут помочь слоистые двойные гидроксиды, они очень хороши, как сорбенты, да, с сорбцией, то есть поглощением, они способны очень хорошо чистить воду от очень-очень многих разновидностей отрицательно заряженных ионов. Этому посвящено колоссальное количество научных работ во всем мире. А если мы пойдем дальше, вот, собственно, чем мы занимаемся в нашей научной группе? Одна из наших тематик, а если мы вот эти сорбенты сделаем еще и магнитными, вот здесь слева можно видеть такой покрасневший слоистый двойной гидроксид, да, а покраснел он потому, что он уже собрал конго красный, краситель красного цвета из воды, но на магнит он никак не реагирует. А мы знаем способ ввести туда ионы, которые сделают наш сорбент магнитным. И справа мы хорошо видим, как он притягивается к магниту, как он прилипает к стенке, а нам будет легче, ну, конечно, не просто магнитиком из набора сделать сам, а специальной установкой для магнитной сепарации, нам будет легче отделить вот такие очищающие воду сорбенты от тех вод, которые мы очищаем. Их же потом надо как-то извлечь. Как? Магнитной сепарацией, магнитным отделением, магнитом. Чем еще могут быть полезны слоистые двойные гидроксиды? Как ни странно, гидроталькит довольно давно используется в качестве антоцида. Ну, почему странно? С другой стороны, он не хуже соды, это тоже карбонат, основный карбонат. В общем-то, можно было ожидать, что современные антоциды, то есть средства от избыточной кислотности желудка, в желудочном сока, что современные средства вытеснят этот довольно классический вариант. Нет, под разными торговыми марками гидроталькид, гидроталцид, по-моему, тальцид и так далее, тальцид по-прежнему применяется в комбинации с другими полезными веществами, то есть как в виде полезных композиций, так что вот так напрямую он может быть введен в человеческий организм совершенно спокойно, таблетки гидроталькита можно брать в рот, разжевывать, поглощать. В общем-то это, наверное, не было бы событием, но подумаешь, один из многих антоцидов со своими положительными и отрицательными сторонами. Но мне важно подчеркнуть, что он безопасен для человеческого организма и во всяком случае, вот сам гидроталькит, магнио-алюминиевый слоистый гидроксид, и многие его родственники уже подробно изучены с точки зрения токсичности для человека. Оказалось, что многие из них не токсичны, а значит могут найти не только классическое, но и более современное применение в медицине. то, что у наших гидроталькитов есть такие хорошие полости хороших размеров, хорошие межслоевые расстояния, позволяет их использовать как контейнеры. Вот в эту полость можно положить что-нибудь полезное и затем озадачиться доставкой этого полезного в нужную точку. Ну, пусть не земного шара, но в нужную точку человеческого организма. Вот эта замечательная картинка позаимствована мною у авторов очень свежей статьи, которой меньше года, которая вышла в журнале ВАЭС, и называется она «Недавний прогресс в области слоистых двойных гидроксидов как платформы, наноплатформы для терраностики рака». Ну, терраностика такая для меня было слово относительно новым. Коллеги-медики сказали, что слово интенсивно входит в обиход, комбинация терапии и диагностики. И вот здесь перечислены все возможные применения слоистых двойных гидроксидов в диагностике и терапии раковых заболеваний. Посмотрите, вот в эту самую полость в межплоскостное пространство можно положить лекарства драгзы, можно положить, как тут написано, ген, да, можно положить другие биоактивные молекулы, но мы знаем, что эпоха генетических лекарств наступает. А можно в слой поместить, например, кобальт-57, а он, как известно, используется для радиотерапии рака. А можно поместить годолиней, а он используется для визуализации опухоли с использованием магнитно-резонансной томографии. Можно поместить многое другое, вы тут видите, и витамины, например, фолиевую кислоту, красители, которые также можно использовать для того, чтобы помочь визуализации увидеть опухоль с использованием современных средств диагностики. То есть, в общем-то, только в одном аспекте, в терапии диагностики рака оказалось, что потенциал слоистых двойных гидроксидов, ну, если неисчерпаем, может быть, звучит слишком громко, но неисчерпан, далеко неисчерпан. То есть, возможности их широкие и чрезвычайно интересны. Ну, вот, еще одна из достаточно свежих новостей. При подготовке к лекции посмотрела, что говорит интернет, что новенького подкидывают нам исследователи, коллеги исследователи относительно слоистых двойных гидроксидов. Вот, пожалуйста, новости, да, в такой медицинской сети. Слоистые двойные гидроксиды способны увеличить рост нейронов, у мышей с повреждениями спинного мозга. Картинка заимствована с этой же интернет-странички, с этой новостью. Ну, что она скорее украшает, чем придает, ну, объясняет, дает большой смысл, но, тем не менее, запоминается, пожалуйста, возможности использования слоистых двойных гидроксидов в медицине. И это еще не все. Медики словословят СДГ, слоистые двойные гидроксиды, за их полости, за их нетоксичность, за их хорошую растворимость в желудке, а энергетики, энергетики будущего больше интересуются их ионной проводимостью. Оказывается, одной из уникальнейших особенностей слоистых двойных гидроксидов является способность транспортировать, передавать как по цепочке по своим кристаллам гидроксид-ионы, которые входят в их состав. И вот такая ионная проводимость это очень хорошая характеристика для будущих устройств хранения и передачи энергии. Ну, думаю, мы все хорошо понимаем, что много об этом читаем и слышим, что эпоха электричества как главного энергоносителя когда-нибудь все-таки закончится. Что будет главными средствами хранения и передачи транспортировки энергии, это еще вопрос, развивается водородная энергетика, но развиваются и вот такие интересные устройства, материалы вернее, для будущих мембран, где будет использоваться ионная проводимость. Но мы уже знаем о литий-ионных батарейках, они незаметно вошли в нашу жизнь, и мы уже без них своей жизни не мыслим. А вот никто не исключает, что пройдет не так много времени еще при жизни нынешних поколений станет у нас довольно распространенная вот такая гидроталькитная батарейка, например, или СДГшная из слоистого двойного гидроксида. Ну и наконец, скажем так, венцом всего этого рассуждения, интересны неисчерпаемые и недоизучены слоистые двойные гидроксиды, я бы хотела сделать вот эти размышления некоторых ученых о загадке происхождения жизни на Земле. Но все мы знаем, что современная жизнь построена на вполне специфических технологиях хранения и передач информации. Это РНК, это ДНК. Тем не менее, когда-то и как-то это все начиналось. Давайте проследим несколько ключевых высказываний ученых, которые привели к одному из интересных заключений. Итак, 1951 год, ссылочка у меня достаточно точная, Бернелл заявляет, что минералы сыграли решающую роль в происхождении жизни. Чтобы впервые упорядочить информацию, нужны были минералы. В 1982 году делается такой вот далеко идущий вывод, какие минералы. Комплексы глинистых минералов могли стать основой для самых первых организмов, которые были способны к самоорганизации, к репликации, к мутациям. А вот в конце 20 века и самом начале 21 века несколько групп ученых пришли к выводу, что минералами пребиотиками были не глины привычные, а слоистые двойные гидроксиды вполне могли стать теми самыми минералами, которые были первыми, ну, устройствами, наверное, не скажешь, первыми механизмами для зарождения прото-РНК, да, для того, чтобы затем стать вот этой вот невероятно сложной и невероятно эффективной системой хранения информации через миллионы лет. Есть вот такая статья, в которой это можно почитать более подробно. Статья уже 15 лет вышла, она дальше 16, в 2006 году в этой статье обсуждаются слоистые двойные гидроксиды, минералы их, то есть природные варианты слоистых двойных гидроксидов, как возможные хранители пребиотические, да, до живые, добиотические хранители информации и передачи информации. Ну, вот такая фраза прямым текстом, слоистые двойные гидроксиды это вероятные кандидации, как молекулы протодНК. Что было до ДНК? Авторы утверждают, что слоистые двойные гидроксиды. Ну вот, рисунки в этой статье трудно увеличить, но, тем не менее, я через минутку покажу только саму идею, как авторы себе это представляют, а для того, чтобы посмотреть на схему, мы посмотрим, какой минерал привлек внимание авторов. А был это фужерит. Это тоже слоистый двойной гидроксид из надгруппы гидроталькита, только у него и двухзарядный катион, это железо, и трехзарядный катион, это железо. Вот такой железо-железный слоистый двойной гидроксид, плюс два и плюс три. Не такой уж он не распространенный, вот это, кстати, извлечение из каталога минералов, вполне официального, вот он фужерит со своей формулой, мы здесь можем видеть, но еще его называют зеленой ржавчиной. Так немного неуважительно по отношению к возможному пребиотику, но на самом деле ничего обидного здесь нет, если мы внимательно присмотримся, то химики, особенно техники и технологи зеленой ржавчиной называют большинство соединений, даже иногда это и железо, не содержащее соединение, а те зеленые соединения, которые постепенно покрывают поверхности слоем чего-то зеленого и там непредусмотренного. Так что не будем обижаться за фужерит, а просто посмотрим очень схематически предлагаемые авторами статьи, упомянутые мною только что, механизм пребиотического хранения информации на основе репликации и сохранения взаимного расположения железа с зарядом плюс 3 и железа с зарядом плюс 2. Вот здесь соответственно вот такими полосочками обозначено железо отличающееся с зарядом плюс 3. А вот здесь ну это слои нашего слоистого двойного гидроксида а здесь можно видеть два минус то есть это анионы которые упорядоченно располагаются близко к источникам избыточного заряда вот этого самого плюс 3. То есть регулируя расположение взаимное расположение катионов железа с зарядом плюс 2 и катионов с зарядом плюс 3 можно регулировать расположение анионов в межплоскостных полостях в межплоскостном вот этом пространстве и тем самым ну это своего рода двоичный код да есть анион нет аниона заряд плюс 2 или заряд плюс 3 но в общем-то это очень поверхностный взгляд на довольно глубокую статью не ставлю своей задачей разобраться вместе с вами в этом механизме детально но желающие смогут по ссылочке ее полистать это очень интересно да захватывающе есть справедливости ради надо сказать что не все разделяют точку зрения на то что возможные пребиотики пребиотические хранители информации это СДГ но такая точка зрения тоже существует опубликована опубликована в солидных научных изданиях и часть специалистов в этой области данную гипотезу поддерживает ну что ж собственно говоря вот на такой красивой картинке я бы хотела сформулировать завершающую мысль нашей сегодняшней встречи неорганическая химия солей ни в коем случае не закончила свое развитие ни в 19 ни в 20 веке новые вещества и новые возможности новые области применения своих первооткрывателей еще ждут и я сегодня в очень коротком рассказе где-то популяризованном и слегка аутрированном смогла рассказать только о немногих особенностях одного единственного класса новых соединений которые продолжают изучать и результаты этого изучения приносят все новые открытия и новые вопросы как собственно и должно быть в науке на этом я заканчиваю нашу с вами встречу спасибо за внимание до новых встреч всего вам доброго до новых до новых до новых Продолжение следует...